Дорогие мои друзья, давайте я вас сейчас померю. Дорогой Дмитрий, дорогой Сергей, мы станем жить лучше, никогда разнесут выборы Верховной Рады и президентов, никогда вы переживете своих 40 лет. А когда у народа появятся мозги, не голосовать за популистов, которые говорят вот этими речевками, никого не слышав, когда народ Украины не захочет наказать от Львова до Донбасса кого-то, а захотят жить лучше, понимаете, жить лучше. Когда не захотят дружить против России, а захотят работать со всеми, с кем выгодно. Когда вот тут в консерватории у народа Украины что-то наконец-то поменяется. Когда перестанут выбирать политиков, которые 20 лет устраивают нам Майданы, а потом рассказывают, как они с этими Майданами героически борются. У вас свой телеканал, хорошо говорить. А мне как донести свою точку зрения? А вы сюда попали? Да, чисто случайно попал сюда. Татьяна, вы сколько раз были в этом месте? А ситуация в том, что сколько достойных людей не могут сюда попасть? Сергей, можно я закончу? Сколько достойных людей не могут сюда попасть? Скажите мне, пожалуйста. Евгений, продолжайте, пожалуйста. Сколько? Дорогой мой Сергей, если можно, я закончу. Я на своем телеканале. Дорогой демократ, начальник канала дает... Ёлки-по. Да, да, да. Начальник канала сможет выговориться из сада и после сада. Нет, он, кстати, очень демократичный дает. Конечно, не голосовать за популистов. Как за них не голосовать, если все телеканалы под олигархами и на всех этих телеканалах популисты? Как за них не голосовать? Можно я объясню? Народу втюгиваю. Да, я не ураю. Да, я не ураю. Я после Мураева прошу слова. Так я Зеленский был выбран. Точно так же. Можно я закончу? Крутился на один плюс один постоянно. Все его снахали. Это каждый день. Вот и выбрали. Можно я закончу? Но вы меня услышали, Евгений. Можно я закончу? Мне просто честно, мне просто болит. Я вам честно скажу, мне болит за страну. Я не знаю, за что болит вам, за телеканал, за бизнес, за олигархов. Мне болит за страну, понимаете? Серьезно? Много достойных людей, которых не слышат. Потому что они не могут высказаться. Потому что телеканалы все, вот, все телеканалы под олигархами. И олигархи суют туда столько, куда надо. Понимаете? И вряд ли я сюда попаду второй раз на ваш телеканал. После того, что я тут говорю. Гарантируем. Чего? Поздравляем. Выбил себе это. Понимаем. Вот когда будет годовщина Майдана. На Новый год. Приходите чаще. Мы говорим, кто еще должен сказать. На всех телеканалах. И вот так вот их всех. Мы солят, мы солят, мы солят, мы солят. Что значит не те же? Вы кого имеете? Вы говорили, если я могу закончить. Павли Скотт. Я с вами один раз. Евгений, говорите, пожалуйста. Уже на первый раз. Уже в третий раз. Возвращайте человеку, надо поговорить. Его никто не слышит никогда, видно, в жизни. Сережа, я на своем телеканале бываю реже, чем Татьяна, которая сидит рядом с вами. Чтобы что-то сказать, да надо иметь что сказать. Сюда, если приходит человек, он должен формулировать, наверное, законченные мысли. Иметь какую-то базу под этим. Когда я слышу эмоции, кричалки, у Татьяны какие-то конспирологические версии. А как бы было, есть доказательства, известные одно им. Я вспоминаю такую книгу, как управлять вселенной незаметно для санитаров. Понимаете, когда все это слышу? Но, тем не менее, это факт. Смотрите, это нормальная ситуация. Сюда приходят абсолютно представители всех политических сил. Это единственный такой канал. Для меня другие каналы закрыты. Так же, как и для вас. Так же, как и для всех присутствующих. И вы, когда вам есть что сказать... Особенно до выборов. Видите, да? У нас демократия полная. Полная. Я даже тут, по идее, ну, я не могу сказать и закончить ни одной фразой. Сереж. Субтитры создавал DimaTorzok